Дорогие друзья, это портал «Православие.Мир». Мы продолжаем встречи с известными людьми и наши разговоры про жизнь, смерть, любовь, благотворительность и разные другие вопросы. Сегодня у нас в гостях замечательный детский поэт Маша Рупасова. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. Спасибо. Майба, что приглашает. Первый вопрос, который я хотела задать. Мама дома, мамы нет, мама вышла в интернет. Это стихотворение про такую немножко выгоревшую маму с чувством вины, которая прямо вот уже устала, разрывается. Хотелось поговорить про материнскую какую-то вину, пребывание совместно с ребенком, когда ты вроде и с ним, вроде и частично в интернете, вроде и сбегаешь от ребенка в интернет, а вроде бы потом сидишь и мучаешься. Про вот эти вопросы, про материнскую вину очень хотелось подробнее. Да, мне кажется, что это одна из основных тем, с которыми сталкиваются молодые мамы. Ну и не только молодые, а мамы любого возраста. Вот. И я, конечно же, писала это стихотворение, основываясь на собственном опыте, потому что как-то мы с Максимом отдыхали, с моим сыном Максимом отдыхали в отеле. Вот. И мой муж сделал фотографию, где я сижу в кресле и смотрю в iPad, а Максим сидит рядышком, маленький, двухлетний, сгорбленный, такой печальный, совершенно своей мамой заброшенный. Вот. И, конечно же, вот на этом чувстве вины я написала стишок про «Мама дома, мама нет», в надежде на себя как-то повлиять. Получилось? Нет, конечно же нет. Конечно же не получилось, потому что я, наверное, не могу сто процентов своего времени отдавать ребенку. Вот. А... Да и, наверное, и не надо сто процентов. Безусловно, не надо, но почему-то из-за этого возникает чувство вины, из-за того, что ты не можешь отдать себя ребенку целиком и полностью, а мы как-то воспитаны все-таки на примате младенчества и на примате детства. И мама с рождением ребенка становилась функцией, а не... не продолжала быть самостоятельной личностью. Поэтому, мне кажется, что мы сейчас живем вот в какой-то переломный момент, когда мы должны выработать новый формат материнства, вот, или разрешить себе выбирать тот формат, который устраивает лично тебя и лично твою семью. Вот. Но я думаю, что нам сейчас непросто. Нам, родителям, я имею в виду. Я долго пыталась объяснить, ну, в итоге, наверное, достаточно успешно как раз своей маме, бабушкам детей, что если раньше действительно мама вот должна была рядом с ребенком сидеть год, и ребенка не надо было никуда выводить, выносить, а вдруг что не так, то... То сейчас как-то вроде все устоялось должно быть наоборот. Ребенок может быть везде с мамой, ребенка самого маленького можно брать на все встречи, мероприятия, которые там мама проводит. Потому что если у нас мама, ему хорошо. Ему хорошо там, где мама, а мама пускай будет там, где, в общем, как-то она может себя тоже реализовать, может и погулять, может на какую-то встречу сходить. Вот. Что вот, как бы, ребенка можно кругом брать с собой и при этом сохранять свою полноценную жизнь. Да, я думаю, что вот сейчас как раз идет вот эта встреча двух формаций, когда, с одной стороны, как бы еще мы находимся под властью патриархальной культуры, когда ты должна сидеть с ребенком, и ты должна вырастить одного, второго, третьего, четвертого и так далее. А современной маме, да, ей хочется куда-то выходить, ей хочется не потеряться в этом материнстве, и не хочется превращаться только в человека, который обслуживает потребности малыша, хотя они, безусловно, важны. Вот. И то есть мне кажется, что мы сейчас все находимся в постоянном поиске баланса между своими интересами и интересами ребенка, и это, конечно, просто танец с саблями на канате. А мне кажется, что, может быть, переходит не то, что даже такой, мы переходим условно от патриархальной культуры к какой-то другой, мне кажется, что сейчас просто для этого появилось намного больше ресурсов, появилось намного больше возможностей для того, чтобы ребенок был вместе с мамой. Там удобные все слинги, рюкзаки, там, все переноски, все для того, чтобы ребенок находился с мамой вот в это время, и при этом, чтобы ему было хорошо. Ребенку хорошо, когда маме хорошо. Это очень сложная такая мысль, которую очень сложно принять. Сложная мысль, да, потому что все-таки мы привыкли неосознанно ставить ребенка первым, вот, и, естественно, мы обязаны его ставить первым, потому что он беспомощен. Вот, поэтому я и говорю, что тут, видимо, постоянно нужно искать баланс между тем, где хорошо ребенку и где хорошо маме. То есть как-то надо пытаться сделать так, чтобы было хорошо и маме, и ребенку, а это ювелирная работа. Потому что для того, чтобы знать, где хорошо тебе и как хорошо тебе, взрослому человеку, ты должен обладать достаточной степенью осознанности. Да. Вот, потому что иногда происходит переворот в голове у мамы, и мама думает, что мне хорошо, когда ребенку хорошо, вот, а ребенок – это воронка, он заберет столько твоего времени, сколько ты ему дашь. Мы все время противопоставляем хорошо маме или хорошо ребенку. Вот если, например, мама пошла в кафе на встречу с подругами, с другими такими же маленькими детьми. Мне кажется, в этой ситуации хорошо на самом деле всем. Согласна. Тут, может, какое-то такое вот старорежимное «вот, в кафе уже инфекции нахватается, еще кто-то на него подышит, посмотрит». Но на самом-то деле маме хорошо, потому что она проводит время с друзьями и ребенку вместе с тем же здесь. Да, да, да. Наверное, вот это какая-то ненужная дихотомия, что либо маме хорошо, либо ребенку. На самом деле, что я имею в виду под балансом – это поиск совместности, когда ты учитываешь и себя, и ребенка, и получается хорошо вам обоим. И если у мамы есть помощь семьи или помощь хотя бы папы этого ребенка, то вероятность успеха гораздо больше. А вот как вы думаете, на ваш взгляд, причина материнской вины в том, что как бы на подсознании мама считает, что она должна отдать себя на все 100%, и если это не получается, то ей кажется, что вот она плохая мать? Я думаю, отчасти в этом. Я думаю, отчасти в установках, где ты действительно должен себя посвятить ребенку целиком и полностью, плюс давление общества. Потому что общество, социум достаточно агрессивно транслирует идеи правильного материнского поведения. Причем эти идеи, они противоречат друг другу. И сейчас, поскольку вся эта информация доступна, и ты можешь посмотреть, что считают правильным, например, православные люди, что считают правильным психологи такого-то направления, что считают правильным психологи другого направления, а что мама твоя говорит, а что говорят твои подруги, а что в интернете написали. То есть мама находится под бомбардировкой вот этих вот противоречивых указаний, и это все уложится на чувство вины, мне кажется, которое рождается вместе с ребенком. И женщина, конечно, дезориентирована во многом. Чувство вины и страх еще приходит. Страх, мне кажется, это спаянно очень сильно, потому что, естественно, когда появляется ребенок, и твое тело его больше не защищает, ты видишь, какой он уязвимый. И я думаю, что чувство вины, оно во многом растет вот из этого просто инстинктивного желания его защитить, его сохранить, его вырастить. И тут, мне кажется, поможет только осознание, что, к сожалению, мы не можем защитить ребенка на 100%. И это такая страшная вещь переживания беспомощности, что, наверное, легче переживать чувство вины и думать, что я сейчас еще немножечко поднапрягусь, я там ух, и тогда с моим ребенком будет все в порядке. Да, вот беспомощность – это самая страшная вещь. Ты понимаешь, что даже если на 100% ты вроде бы все уже сделала продуман, продумал все равно до конца. К сожалению, да. Вы знаете, я как-то читала сагу о форсайтах, и там запомнился мне крошечный кусочек. Там у одной молодой женщины появился ребенок, и, по-моему, отец этого ребенка смотрел за тем, как она его то ли пеленает, то ли что-то меняет ему и так далее. Вот. И он увидел, что мама смотрит на ребенка так, что она хочет, как будто бы она хочет проникнуть ему взглядом под кожу и убедиться, все ли там в порядке. Вот. Но вот, к сожалению, мы же не можем этого сделать. Вот. И, наверное, это и питает чувство вины. Маша, расскажите, как вы познакомились со своим сыном? С Максимом мы познакомились благодаря сотруднику опеки. Как вообще вы поняли для себя, что хотите усыновить ребенка? У меня тогда стоял, наверное, выбор между медицинскими какими-то усилиями и между бюрократическими усилиями. То есть, либо усыновить, либо что-то существенное делать со своим здоровьем. Вот. Я, наверное, выбрала бюрократию. Вот. То есть, для меня не было принципиальным именно родить ребенка, а мне просто хотелось быть частью чего-то детства. Вот. Поэтому мы с мужем подумали и решили, что мы вполне готовы усыновить малыша. Вот. И у нас не было особенных требований к национальности или возрасту. Хотелось, конечно, помладше. Вот. И мы начали вот этот усыновительский процесс, сбор справок и так далее. Вы проходили школу приемных родителей? Да, обязательно. Мы проходили школу приемных родителей, и она оказалась очень толковой. Что, наверное, самое полезное, что вы вынесли из этих занятий? Самое полезное? Наверное, самым полезным была информация об адаптации. То есть, я отчасти была уже готова к тому, что любовь к ребенку возникнет не сразу. Вот. И я благодарна школе приемного родителя за то, что они не скрывали от того, что в 25% случаев может быть депрессия. Вот. То есть, не было иллюзий. То есть, вернее, иллюзии были, но все-таки школу приемного родителя количество иллюзий немножечко сократило, скажем так. Вот. И когда мы проходили обследование жилья, сотрудник опеки, который наше жилье осматривал на предмет пригодности для ребенка, она спросила, какого ребенка мы хотим, мальчика, девочку, светленького, темненького, мы сказали, что нам все равно лучше до года. Вот. И она сказала, как бы, вы хотите именно славянского ребенка или любого? Говорим, нам любого, потому что, ну, нам все равно. Вот. И она сказала, если вы действительно готовы брать, например, азиатского ребенка, то у меня есть прекрасный мальчик, ему 6 месяцев. Она показала нам на телефоне, значит, его фотографии. Вот. Ну, и как-то мы сказали, ну, окей, давайте будем иметь этого мальчика в виду. Вот. И когда мы получили заключение о том, что мы можем быть приемными родителями, мы первым делом обратились вот в эту нашу опеку, имея в виду, что там вроде был мальчик, которого нам как бы очень хотели передать. Вот. И мы отправились к Татьяне Степановне, так звали сотрудника, в эту опеку. Вот. Она сказала, что мальчик все еще на месте, потому что русские пары его смотрят, и их смущает то, что он не славянин. Вот. И она сказала, что мы последняя пара российская, которая его смотрит, потому что потом его уже будут предлагать на иностранное усыновление. Вот. И, скорее всего, его быстро заберут. Вот. И мы поехали, в тот же день его посмотрели, и тут же подписали согласие, потому что, ну, я не могу сказать, что он у меня вызвал какие-то очень сильные чувства. Ребенок и ребенок... То есть полюбить я его, конечно же, сразу не полюбила. Толстенький, кругленький. Выглядел он очень таким здоровеньким. Не в смысле физически, а вот от него исходило ощущение, что у него очень крепкая психика, что он очень устойчивый. Вот. И мы подписали согласие, и через два месяца он уже был у нас дома. То есть мы его забрали в июле. Долго все равно? Много времени проходит? Прошло девять месяцев. Как у нормальных людей. Вот. Только что ребеночек родился уже девятимесячным. Как проходила вот эта адаптация первое время дома? Ох, адаптация проходила тяжело именно для меня и для Максима. То есть мой муж проделал для нас гигантскую работу. И он совершил, конечно, подвиг, потому что на его плечах, как бы вот, на его спине мы с Максимом, и там под защитой моего мужа мы с Максимом находились, и у нас была возможность спокойно выстраивать наши отношения. Вот. Мне было тяжело, потому что... Ну, во мне сразу не возникла любовь, и мне ее надо было вырастить. Вот. И на это ушло где-то тоже девять месяцев. Вот. И Максим уже не доверял взрослым. То есть он к взрослым относился хорошо, но он не готов уже был вступать в какой-то контакт и выстраивать близкие отношения. Поэтому он был очень автономен. И это было именно физически тяжело. То есть когда ты берешь домашнего ребенка на руки, он знает, что такое сидеть на руках, он тебя в руках обмикает, он к тебе прижимается, вот, ну, либо просит, чтобы ты его отдал маме. Вот. Ну, то есть ребенок домашний умеет на руках сидеть. Вот. А ребенок детдомовский, он на руках испытывает очень сильную тревогу. Вот. Он не хочет сидеть на руках. И его тельце настолько напряжено, оно настолько паникует, что эта паника физически передается тебе. Вот. И это было... Потому что, наверное, его редко берут в детском доме на руки, только в каких-то случаях. Их брали на руки довольно часто, но их брали на руки разные люди. Вот. И когда он понял, что его берет на руки один и тот же человек, то есть я, он запаниковал, потому что он уже пережил травму расставания с кромной мамой, вот. И он не хотел привязываться ко мне. Вот. Он всячески от этого отказывался. Причем как на психологическом, так и на физиологическом уровне он просто не хотел никого больше. Вот. И на то, чтобы его разубедить, и на то, чтобы его отогреть, и на то, чтобы как-то и в себе вырастить приязнь, симпатию, любовь, у нас ушло 9 месяцев. Вот. И через 9 месяцев Максим, который нам поверил, он совершил подвиг самостоятельно. Он бросил сосать палец сам. То есть ему тогда было полтора года, и мы его взяли, он сосал палец постоянно, особенно в какие-то моменты, когда он нервничал. И это как бы очень часто история для детдомовских детей, они себя так успокаивают. Вот. И у многих детдомовских детей это сохраняется до 5 лет, до 6 лет. То есть привычный паттерн успокоения, они не могут от него отказаться. Вот. Но не таков Максим. Максим, будучи совсем крошкой, полуторагодовалым, он решил сам бросить, сосать этот палец. Он несколько дней мучился, но палец в рот не брал. Естественно, я его не собиралась от этого пальца отлучать, и нас предупреждали в школе приемного родителя, что делать это не нужно. Вот. Но он вот каким-то образом решил положиться теперь на нас полностью. Вот. И от пальца я видела, как ему было тяжело отказываться, но он отказался за несколько дней. Вот. И вот тогда мы поняли, что все, как бы пазл сложился. Первое время, наверное, еще очень сложно. Бывает такое чувство, что, может быть, мы сделали ошибку? Конечно. Да, конечно. Настолько бывает тяжело психологически, что да, ты начинаешь сомневаться в правильности своего решения. И потом я сама ходила, как спикер в школу приемного родителя, рассказывать об адаптации. И я говорила, что если у вас будут такие мысли, воспринимайте их просто как стадию. То есть эти мысли, они... Это симптом того, что у вас адаптация, они не имеют отношения к реальности прямого. То есть это просто... Этим надо переболеть, и это пройдет. И действительно адаптация у большинства проходит за 3-6 месяцев. В более тяжелых случаях это 9 месяцев-полтора года. Но она проходит. Важно, конечно, иметь поддержку. Хорошо, что в Москве есть Людмила Петрановская, что у нас много школ приемного родителя. У нас есть кризисные психологи, у нас есть психиатры, к которым обязательно надо обращаться, если ты чувствуешь, что ты доходишь уже до края. Часто у мам возникают мысли, что лучше я шагну из окна, потому что ребенка отдать уже невозможно. А ты чувствуешь, что ты не принимаешь ребеночка. И как бы многим видится этически оптимальным выходом выход в окошко. Это тоже симптом того, что адаптация тяжелая, но это тоже проходит. Просто нужна помощь. И, на мой взгляд, конечно, нужно приемным родителям больше поддержки. Возможно, имеет смысл объединяться с медиками, с кризисными психологами, но это все преодолимо. Или, может быть, даже, чтобы просто было больше каких-то групп людей, которые уже через это прошли. Потому что, когда ты понимаешь, что есть другой человек в такой же сложной ситуации, тебе часто становится... Безусловно. Именно поэтому мы и ходили с моим мужем, и потом уже и с Максимом в школу приемного родителя просто рассказать о том, что бывает действительно тяжело. И мы оставляли телефоны своего невролога, который нам помогал, и кризисного психолога, который нам тоже здорово помогал. И как-то раз нам написала девушка из школы приемного родителя, она была слушателем, и она сказала, что мы с мужем вас вспоминаем просто каждый день, потому что мы взяли девочку, тоже крошечную, из дома ребенка. И через месяц мы повезли ее в гости к бабушке и дедушке, к родителям жены. И мы девочку передали и поняли, что мы сейчас уедем в Эквадор, купим себе билет в один конец и просто сбежим. Она говорит, когда мы об этом с мужем заговорили, мы поняли, что это то, о чем в нас предупреждали, что у нас началась серьезная адаптация, нам нужна помощь. Она говорит, что теперь уже прошло полгода, и мы в порядке, спасибо вам огромное. Я поняла, что не напрасно мы ходили и говорили довольно неприятные о себе вещи. То есть какую-то семью удалось сохранить таким образом. В какой момент вы поняли, что вам прям легче, вас отпустило, что все, жизнь пошла нормально? Через шесть месяцев. Через шесть месяцев. Значит, в тот момент мне, наверное, через шесть месяцев спустя, мне удалось, шесть месяцев спустя, после усыновления, мне удалось поставить себя и свои интересы как бы выше интересов ребенка, и мы с мужем уехали на несколько дней отдохнуть без него. В принципе, это делать не рекомендуется, потому что, если ты усыновил ребенка, ты должен месяцев шесть-девять провести с ним в непосредственном контакте, потому что таким образом растится связь между родителями и малышом. Но я уже была выгоревшая до основания, поэтому я сказала, давай, пожалуйста, Костя уедем, Максим побудет с бабушкой. И я совершила, в общем-то, это преступление с усыновительской точки зрения. То есть ты не должен так себя вести. Но здесь я подумала, что, наверное, я уже могу опираться на себя и на свои чувства. Мы уехали, немножко отдохнули, и Максим нас встретил с радостью. Из чего я сделала вывод, что он все-таки начал воспринимать нас как каких-то постоянных своих взрослых. Он действительно по нам скучал. И это, наверное, был первый случай, когда он показал, что он нас признает как своих. И мне стало легче, наверное, в тот момент. Он очень долго после нашей отлучки скандалил, он с меня не слезал. Он, наверное, месяц висел на руках. И так вот как-то постепенно мы стали друг другу приручаться. То есть стало легче через полгода. А когда вы стали прям такими друзьями? Друзьями мы стали где-то в его полтора года. И с его полутора лет я его стала любить очень сильно. То есть от равнодушия, от симпатии, скажем так, от симпатии до сильной любви прошло 9 месяцев. И я его стала очень сильно любить. Мы с ним стали всюду ходить. Я стала от него много получать. И чем больше я от него получала, тем больше я ему отдавала. И к двум его годам мы были уже просто закадычными друзьями. Мы очень сильно друг друга любили. И сейчас продолжаем, безусловно. Но тогда это была такая еще сладчайшая младенческая любовь. И наконец-то у нас было все прекрасно в семье. И я на волне влюбленности в свое материнство и любви к ребенку я начала писать стихи. И я очень много про него рассказывала окружающим. Я им восхищалась невероятно. И как бы бенефисом моим было выступление на чужом детском дне рождения, когда я очень долго рассказывала о том, как прекрасен Максим. И даже, по-моему, я сказала, что вокруг других детей поднимают неоправданно много шума. И перекошенным лицам взрослых я поняла, что надо останавливаться уже. И после вот этого праздника я как-то уже начала себя контролировать в свои излияния. Но вот что было, то было. То есть стихи начали писать. Это было связано с Максимом. Да, безусловно. То есть даже несчастные влюбленности в юности меня не сподвигали к написанию стихов. Я, может быть, парочку написала в ранней юности каким-то там роковым молокососом. Вот. Да, это все. Как это было? Что вы имеете в виду? Ну вот стихи уже детские. Детские стихи. Как вы начали писать? Вы в одном интервью рассказывали, что вам как сложно было читать всю вот эту детскую советскую поэзию. Вы читали очень много Хармса. И сейчас критики говорят, что как раз вы на него похожи. Говорят, да. Я читала... Критики в смысле, литературные критики. Я ему читала довольно много детской поэзии. И я читала ему хорошие стихи. Я читала ему Яснова, Токмакову, Машковскую. То есть это довольно современные были стихи, безусловно, Вадим Левина, естественно. Но мне хотелось чего-то другого. Мне хотелось, чтобы немножечко другой был язык. То есть теперь я понимаю, что мне хотелось ему писать стихи своим языком. Вот. Поэтому ближе всего мне был Хармс. Поэтому мы читали много Хармса. Вот. Кроме того, я ему пела много частушек. Потому что в уходе за ребенком всегда возникают какие-то моменты, когда его надо заболтать. Вот. Чтобы он там руку дал, ногу дал, рот открыл. Вот. А я знаю, благодаря моим бабушкам, гигантское количество частушек, не всегда приличных. Вот. Поэтому, когда мне нужно было Максону заговорить, я начинала петь ему эти частушки, выкрикивать. Вот. И вот так потихонечку, стараясь отойти от неприличных или просто странных частушек, я ему начала выкрикивать что-то свое. Вот. Но я, честно говоря, очень долго думала, что все мамы так делают, потому что, ну, все шутки, прибаутки, пестовальные всякие присказки, это, ну, это же мамино творчество, мамино и бабушкино. Поэтому я думала, что все мамы так делают. Вот. И потом эти стихи услышал Костя и спросил, чьи это. Костя, это мой муж. Вот. А я сказала, что это я сама придумала. Он сказал, ты что, ты это сам, постарайся не забыть, ты это запиши. Это же прям настоящие стихи. Я ему говорю, да ладно, Кость, ну брось ты, какие там стихи. Вот. Но все-таки через некоторое время начала записывать, и, наверное, несколько первых я выложила в живом журнале. У меня тогда был живой журнал. Вот. И внезапно люди начали их перепощивать, и здорово меня в этом поддержали. А потом одна добрая девушка отправила ссылку на мое стихотворение по Марине Яковлевне Бородицкой. Вот. И внезапно Марина Яковлевна мне написала и сказала, не бросайте это дело, у вас хорошо получается. Вот. И тут я окрылен, я, конечно же, как-то поверила немножечко в свои силы. Вот. И продолжила писать. Угу. Вот. И все, что я написала, все, что я написала, вошло в первую книжку мою. Угу. Я помню, какая-то была смешная история про старушка Пат. Старушка Пат. Как он получился? Старушка Пат получился, когда я Максона укладывала спать. Ему было, наверное, 2,8-2,10. Вот. Я его укладывала спать, а для этого мы почему-то дрались подушками, подушки подбрасывали и смеялись. И я сначала говорила, что подушка Пат. Вот. Говорят, говорят, много лет тому назад, подушка Пат, что-то такое. Я бубнила ему. А потом подушка Пат я изменила в старушка Пат, и мгновенно получился стишок. Вот. То есть к тому моменту, когда я его совсем уложила, и он уснул, у меня уже был готовый стишок, и я его просто лежа записала в iPad, вот, и притащила мужу на визу. У вас очень много стихотворений про бабушек, и вы говорите, что это такой волшебный человек. Почему? Бабушка волшебный человек, да. Мне кажется, бабушка лишена большого количества социальных тревог. То есть бабушка уже вырастила своих детей, и она уже свое оттревожилась. Вот. И, возможно, бабушка уже прошла вот через эту беспомощность и через страх, о которых мы с вами говорили. То есть, наверное, к возрасту бабушки женщина понимает, что действительно она может не все для своего ребенка. И, наверное, к возрасту бабушки женщина понимает... Вернее, к возрасту бабушки женщина уже смиряется с этой беспомощностью. И я подозреваю, что эта беспомощность дает определенную степень свободы новую. То есть, если у нас тревога, чувство вины и страх, что мы что-то для ребенка не сделаем, над нами это давлеет, и мы не можем позволить себе, наверное, какого-то лишнего баловства, не знаю, то мне кажется, что бабушки бабушки более свободны в этом. Бабушки не ждут, наверное, такого количества социальных успехов от ребенка, академических успехов. То есть бабушка может себе позволить просто валять с ребенком дурака. Вот. В одном из своих интервью вы говорили про то, что вам, возможно, хотелось бы написать про те чувства, которые ребенок испытывает, если, например, родители ссорятся. Ведь это же очень такая важная часть. При этом вы боитесь про это писать, чтобы как-то не кольнуло больно в сердце мама, которая читает это стихотворение. Как вот с этим быть? Ищу баланс. То есть стихотворение, о котором вы говорите, мама с папой ссорятся, ссора в сердце колется, я его пока никуда не стала включать, потому что, возможно, надо об этом говорить какими-то другими словами. Вот. То есть я действительно пока еще не уверена, что это стихотворение принесет больше пользы, чем вреда. Вот. И мне, конечно, никого не хочется ретравматизировать, ни маму, ни ребенка. Вот. А при этом, может быть, было бы и хорошо, если бы у ребенка было такое чувство, что вот, кажется, поняли, что со мной происходит. Не могу понять, на чью сторону мне встать. То есть я и мама, и я и ребенок, и мне очень сложно как бы выбрать какую-то одну сторону. И пока еще я не нашла вот этой единственно верной ноты, которая будет адекватна и маминому восприятию, и детскому восприятию. Мне кажется, что тут мне еще нужно думать и зреть, по всей видимости. То, как ссора в сердце детском колется, это ваше наблюдение со стороны или такое из своей жизни тоже? Ну, я думаю, что и то, и то. То есть, безусловно, и я переживала, когда мои родители ссорились. Максон видел всего одну, пожалуй, нашу ссору с Костей, потому что мы живем с ним... Ну, мы просто уже очень взрослые, то есть, мы ими ссоримся практически. Ну, я понимаю, конечно же, что детям это очень тяжело. Как... Что вообще? Как ребенка оградить от вот этого? От ссор? Не знаю, не от ссор. От ссор, наверное, же невозможно оградить. Нельзя сказать, не ссорьтесь. Но при этом есть ли какие-то пути, чтобы ребенку было не так больно, не так тяжело? Потому что ведь и за закрытыми дверями, когда ссоры происходят, и когда дети вроде бы о них не знают, они все равно про это как-то вот это вот чувствуют. Есть ли какие-то здесь пути, все равно как ребенку помочь в этой ситуации? Мне кажется, только открытый разговор может помочь. То есть, если, например, ссора происходит за закрытой дверью, конечно же, ребенок все равно чувствует и знает. Вот. И мне кажется, что единственный способ это в какой-то более спокойной ситуации, когда у ребенка все нормально и на душе у него покой, с ним можно обсудить вопросы того, что мы с папой периодически ссоримся. Тебе это никак не угрожает. Чувства ты, вероятно, испытываешь такие-то, такие-то, такие-то. Я тебя прекрасно понимаю. К сожалению, я ничего не могу сделать, и мы, наверное, будем продолжать ссориться. Вот. Но я люблю папу, папа любит меня, мы оба любим тебя. Ну и можно ребенку пообещать, что вы навсегда останетесь с семьей, если вы действительно в это верите. Вот. То есть, мне кажется, что, ну, важно не замалчивать. Не замалчивать. Честно говорить с ребенком. Мне кажется, да. Мне кажется, да. Поэтому я пишу довольно много про тяжелые детские чувства, про одиночество, про какую-то оставленность, про обиды. Вот. Мне кажется, что если ребенок эти чувства будет переживать в компании мамы или папы, вот, то это лучше, чем если бы он переживал что-то один. Потому что у него самого просто нет ресурса пережить тяжелые чувства правильно. Расскажите, пожалуйста, вы сейчас стали частью проекта «Травли нет». Можете про это рассказать подробнее? Проект «Травли нет» это проект, направленный на предотвращение травли в российских школах. Вы сами как-то сталкивались со школьной травлей в каком-то качестве? Пожалуй, что нет. Пожалуй, что нет. Возможно, была свидетелем нескольких каких-то случаев, но сейчас мне уже сложно дифференцировать, была ли это травля или это просто были выходки детей с нарушениями поведения. Сложно сказать. Мои школьные годы пришлись на перестройку, когда, в принципе, вся система рушилась. И в школах царила анархия, по крайней мере, в нашей школе. То есть там была не травля, а там просто было безобразие, отсутствие порядка. А что касается нашего проекта, то его делают два фонда фонд Галчонок и фонд Журавлик. Это совместный проект. Он делается на деньги фонда президентских грантов. Фонд Галчонок подавался на грант и получил определенную сумму на разработку антибуллинговых методик. И что мы уже успели сделать? Мы разработали пакет инструментов для школ, которые хотят внедрять у себя нашу антибуллинговую программу. Как вы стали частью этой истории? Я как-то всегда нахожусь рядом с благотворительностью, так или иначе. Наверное, уже лет 15. Как началось? Началось... Господи, это очень давно началось. Наверное, это началось с фонда Старость в Радость, когда мы с мужем стали волонтерами, поскольку фонд тогда был очень юный и костяком фонда были совсем молоденькие девочки Лиза Олескина и Марина Кочевалова. Им, по-моему, было лет по 17. Ни у кого не было машин. А для того, чтобы покупать для старушек памперсы, сладости, одеяло и так далее, необходим был транспорт. Поэтому мы часто загружали свою машину какими-то сладостями, помогали их доставить или отвозили их на склад и так далее. Естественно, мы оказывали там и денежную поддержку, но и время были свое готовы вкладывать. Потом я познакомилась с Олей Журавской, которая серьезно и давно занимается благотворительностью, и она пять лет была президентом и учредителем фонда Галчонок, который занимался помощью детям с органическими поражениями ЦНС. То есть это дети с ДЦП, это дети входящие в аутистический спектр. И фонд Галчонок все пять лет занимался как адресной помощью и помощью в реабилитации и обилитации детей, так и у Галчонка был проект по инклюзивному образованию. Инклюзивное образование это когда ребенок с особыми академическими потребностями, например, ребенок с аутизмом учится в обычном классе. Но, естественно, ребенка невозможно просто бросить в класс и сделать это все ответственностью учителя. Мы обучали тьютеров, то есть у каждого ребенка был свой тьютер, который помогал ребенку в течение всего учебного дня. Это дорого. Это ювелирная, очень сложная работа обучить тьютера. На тьютере огромная ответственность, потому что он занимается всеми контактами ребенка-аутиста с учителями, с предметом и с его сверстниками. Но, тем не менее, инклюзивное образование вполне развивалось, двигалось, нащупывались какие-то новые пути решения и так далее. А из инклюзии как-то вырос проект «Травли нет», потому что мы поняли, что для того, чтобы инклюзировать ребенка с особыми потребностями в школу, нам нужна школа безопасная, то есть нам нужна безопасная среда. И мы поняли, что не всегда школа является безопасной средой не только для наших детей с особыми потребностями, но и для обычных учеников. И мы начали углубляться в тему психологической и физической безопасности и поняли, что здесь есть с чем работать, над чем работать. И потихонечку мы начали составлять опросники для детей, учащихся в школах. Причем дети логично делятся на начальную, среднюю, старшую школу. Для разных категорий детей были разные опросники. Наши опросники будут позволять выявлять скрытые или явные конфликты. И на основании этих опросников школы смогут обращаться к нам за помощью. И мы сейчас разрабатываем два пакета инструментов. Первый пакет ознакомительный, когда детям объясняют, что такое отравляет, чем травля плоха для группы. И второй пакет будет супервизионный. То есть мы будем помогать школе решать проблему травли, если школа поймет, что травля назревает или уже существует в каком-либо из классов. Насколько этот проект, ваш пакет документов, ваша помощь, насколько она поможет в целом в системе российских школ? Это будет работать там, где люди все понимают, где хотят, где заинтересованы, и вот им просто нужна какая-то методическая помощь? Или же это поможет каким-то образом в целом во всех школах поменять ситуацию? мы решили начать со школ, которые хотят. Мы решили начать со школ, которые хотят. Если директор против, ничего не сделаешь, ты не сможешь войти в школу с нашей антибуллинговой программой. То есть мы начнем со школ заинтересованных. Просто я думаю о чем? Я встречала такое убеждение, что если например учитель не способствует травле, если учитель противостоит травле, которую он видит в классе, то травля скорее всего будет приостановлено. Это в большинстве случаев происходит с некоторого прямого или косвенного одобрения учителя. И вот я думаю не произойдет ли такой ситуации, что в тех классах, где как раз учителя педагогический состав очень сознателен, и которые и с вами будут работать, у них и так скорее всего ситуация наверное же лучше, чем там, где учителя наоборот некоторым образом косвенное в процессе. Понимаю вас, конечно. Дело на самом деле в директорах. То есть если директор хочет внедрять антибуллинговую программу в своем заведении, то он сможет убедить конечно же и учителей пройти наши тренинги и выявлять и останавливать случаи травли. то есть мы конечно очень сильно надеемся именно на администрацию школьную. Потому что мы готовим пакеты инструментов для учителей для школьных психологов, но в принципе там львиная доля ответственности лежит на директоре, не на учителе. Потому что как директор скажет, так и будет. Мы не отказываемся работать со школами, где директора отрицают факт травли. Это будет очень сложно, но мы придумали, что мы будем вводить медиацию. Это как? То есть если к нам обращается родитель, у которого ребенка травят в школе и действительно это травля, которая угрожает психологической и физической безопасности ребенка, мы будем привлекать медиаторов. То есть медиаторы это люди, которые учитывают интересы всех сторон и пытаются разрешить конфликт каким-то образом. То есть мы будем пробовать делать так. Мы будем приходить с медиаторами, с родителями к директору и медиатор, учитывая интересы директора, администрации, родителя и ребенка, будет искать какие-то пути для диалога. Если появится... Переговорщик. Да, то есть это будет переговорщик. Если переговоры в принципе... То есть смысл медиатора в том, что он совсем не заинтересованная в этом сторона, не представляет ни одну из сторон и поэтому может попробовать как-то медиатор заинтересован в диалоге. специально учат в юридических академиях поиску путей для разговора какого-то. То есть медиатор будет искать возможность... Был такой опыт уже у вас? Нет, опыта не было, потому что проекту только полгода и пока это все еще в стадии поиска, в стадии исследования. Вот медиацию мы придумали совсем недавно, потому что у нас был разговор, что нам делать, к нам же обращаются люди уже, вот, и мы постоянно обсуждали с Олей, что нам делать, как мы можем помочь родителям, которые приходят и говорят, что ребенка бьют, ребенка обижают, ребенок на грани находится, вот, а школа говорит, что нет, это не наша проблема, у нас ничего не происходит. То есть отвернуться от этого тоже невозможно. Вот, поэтому мы будем пробовать медиацию. Как вообще понять, знаете ли вы в проекте, как понять, насколько действительно происходит травля, или, скажем так, ну вот, например, ребенок не слушается, у него какие-то сложные, вина на комп, вот, плохое отношение в классе, предубеждение учителя, ребенок страдает, или ребенок, наоборот, действительно, там, не знаю, доводит классного руководителя, как-то противопоставляет себя детям, как вот это понять. Потому что, насколько я знаю, частая проблема, связанная с травлей, в том, что ребенок может пожаловаться, а родители говорят, там, учителя, слушайся, ты, значит, вот, не надо, Марья Ивановна плохого не скажет, значит, вот, и наоборот, встает на сторону учителя в ситуации конфликта. у травли есть четкие критерии, и, зная три этих критерия, ты точно можешь дифференцировать, что происходит с твоим ребенком. Во-первых, при травле жертва постоянно, то есть, жертва является один человек на протяжении долгого времени. Вот, во-вторых, травит группа. То есть, у нас есть жертва и есть группа, которая либо травит совместно, либо травит один агрессор при поддержке группы. Вот, это второе. А третье, это постоянство. То есть, если произошел разовый конфликт между ребенком и группой, если было какое-то столкновение и на этом все, это не травля. Но если это продолжается месяцами, то это уже становится травлей. Вот, то есть, это, это известные критерии, которые, как бы, неотъемлемы вот от ситуации травли. Травля, она выглядит всегда так. А вы понимаете, что делать, а в ситуации, если ребенок молчит и не рассказывает об этом родителям, есть ли какие-то пути родителям понять, что ребенку в школе очень плохо. Так, сложный вопрос, если ребенок молчит. Потому что, насколько я понимаю, не все дети, это главная ведь проблема, не все дети подробно все излагают родителям, что происходит. Часто бывает такое, что ребенок приходит из школы, как у тебя дела, все хорошо, а как с ребятами, нормально, а там, а с кем ты сейчас дружишь, ну вот там, с тем-то. И вот он говорит, все хорошо, все нормально, все как-то. А потом ты узнаешь, что есть какие-то случаи агрессии. Вот вы знаете, именно про молчание я, наверное, еще не думала. И, по-моему, мы как бы даже в план работы это не вносили, именно молчание ребенка. Потому что пока мы набрали очень много материала, очень много запросов от родителей с перечислением самых разных сторон травли. И вот, пожалуй, что мне даже не приходило в голову, что ребенок может действительно молчать. Точно так же мне не приходило в голову, например, что инициатором травли может быть учитель. А оказывается, что это в третий случай. В третий случай. Да. Ну вот из того, что я вижу по запросам, которые приходят лично ко мне. То есть у меня нет статистики по учителям. У нас есть только европейская статистика на руках. Но там не говорится о травле именно учителям. Там говорится о том, что травле подвергаются 10-15% учеников от популяции. То есть в России, грубо говоря, это миллион детей. Много. А чем еще пишут родители вам? Они рассказывают какие-то свои истории и они просят? Родители, да. Родители просят помощи, родители рассказывают истории, родители переживают беспомощность, потому что они не могут найти со школы общего языка. Потому что школа не всегда компетентна, потому что проблема травли, она сложная, она комплексная. И этому, по всей видимости, не учат в педагогических институтах. вот. Поэтому учитель, как бы, его ситуация травли в классе подталкивает к профдеформации. Вот. И учитель, чувствуя свою беспомощность, начинает придумывать разные рационализации. Что дети просто так играют. Это такой возраст, они всегда травят друг друга. Вот. Просто этот ребенок не популярен, ребенок-жертва не популярен, ему надо учиться искать какие-то способы взаимодействия. То есть учитель вслед за группой детей объявляет жертву какой-то не такой и разводит руками и говорит, что я ничего не могу сделать. Родители, поработайте сами со своим ребеночком. То есть вот это основная проблема, которую я слышу от родителей пока что. То есть школа как бы часто разводит руками. Говоря про школу, говоря про образование, вы работали в школах в России. Сейчас вы видите, что происходит с канадским образованием. Можете рассказать, что действительно вас поразило в Канаде? Может быть, что бы вам хотелось, чтобы какой бы опыт хорошо было бы нам возможно принять? Канадская школа мне пока очень нравится. Максим учится во втором классе. То есть в канадскую школу он ходит уже третий год. Он пошел рано достаточно, в пять лет получается? они идут в школу в пять лет вот этот начальный класс, он называется киндергартен. В киндергартен они ходят с пяти. Обучение длится с девяти часов дня до трех часов. они достаточно много времени проводят в школе. В киндергартене они много играют, они много гуляют. То есть первые два класса Максим думал, что он ходит в школу играть. Но при этом он научился писать, читать, считать, вычитать и складывать и так далее. Но самым важным для меня является не это. Самым важным для меня является то, что в канадской школе ребенка учат самому себе. Во-первых, ребенок довольно много знает о своей физиологии. Во-вторых, ребенок четко знает о том, какие у него есть интимные зоны и каким интимным зонам кто-то может прикасаться, а кто-то нет. То есть Максим знает, что у него есть ближайший круг, это мама и папа. Есть круг друзей, которые могут дотрагиваться до его рук, если он разрешает. А также есть посторонние люди, которые не имеют права прикасаться к нему вообще. Для меня это очень важно, потому что безопасность это серьезная вещь. Еще мне важно, что Максим и все остальные канадские детишки, которых я наблюдаю, они очень компетентны в своей собственной психологии. То есть их с детского садика учат успокаивать себя, к примеру, при помощи дыхания. И Максим знает, что когда он взволнован, когда он переживает, когда у него что-то не получается, он знает, что у него есть инструмент это подышать. Вот эти способы себя успокаивать усложняются год от года. Поэтому на днях он принес из школы самодельную книжечку. она называлась «Драконы тревоги». Каждый ребенок совершил такую работу. Они описали свои основные тревоги, и потом вместе с учителем они попытались понять, как с каждой из тревог работать. Максим писал о том, что он тревожится, когда он что-то не успевает в классе. И несколько способов решения этой проблемы он сам вместе с учителем изобрел. Мне кажется, что это ужасно важно, потому что в российской школе мы ребенка учим огромному количеству вещей. У нас есть сильные программы, но ребенок приходит к своим 17 годам о себе ничего не зная. О себе самом как о человеке, как о личности. знает, что он должен все успевать. Он знает, что он должен. И не рассказывается, что делать, если ты действительно не успеваешь. Значит, успевай. Значит, успевай. Да. Здесь немножечко в канадском образовании немножечко смещен фокус на эмоциональное состояние ребенка. Он всегда учитывается. Ребенка учит работать с его эмоциями, в том числе с тяжелыми эмоциями. Вот. Если требуется скоординированные усилия школы и родителя, родитель приглашается на беседу, на приватную, то есть родительских собраний, где, значит, пушат то одного, то другого родителя на глазах у изумленной публики, такого нет. То есть твой ребенок это твое собственное личное дело, никто не имеет права получить о нем какую-либо информацию. Вот. То есть если требуются скоординированные усилия по воспитанию твоего ребенка, тебя вызывают, и вы вместе со школой вырабатываете стратегии, как ребенку помочь. Вот. Не как сделать его удобным в школе, а как ему помочь, как его заинтересовать чтением, письмом или счетом, как ему помочь справиться с тем, что он периодически делает ошибки, что он не всемогущий и так далее. То есть вот эта психология ребенка, находящаяся в фокусе школы, мне кажется очень важной. Потому что у Максима уже гораздо больше информации о нем самом, чем у меня сейчас есть обо мне. Несмотря на то, что я проходила психотерапию и что-то о себе знаю. Мне кажется, что это растет совершенно другое, очень осознанное, очень трезвое, здравое поколение. Его не пугают его тяжелые чувства, например. То есть когда он в ярости, его не пугает его ярость. Он знает, как с ней обращаться. Когда он в гневе, он осознает, что это гнев и он знает, что это пройдет. Он умеет в гневе себя повести так, что он не будет представлять угрозу ни для себя, ни для окружающих. Хорошо бы был такой учебник какой-нибудь на русском-то языке. Я вот слушаю, понимаешь, действительно очень не хватает. Мне кажется, это очень важная вещь, потому что подростки, мне кажется, что подростки так сильно мечутся не только из-за ЕГЭ, и не только из-за того, что они должны вот это суперважное как бы мероприятие с пользой пройти для себя и нигде не проколоться. Мне кажется, их еще дети очень сильно нервничают, потому что они о себе ничего не знают. Они плохо разбираются в эмоциях своих, они не знают, какие они. Например, Максим уже в свои семь лет знает, что он легко отвлекается. То есть он эту информацию принял, учителя об этом тоже знают, и у них в фокусе то, какую стратегию придумать для того, чтобы не отвлекаться. И какие есть стратегии? они его заставили придумывать самостоятельно. Поэтому он старается садиться подальше от детей, которые могут его отвлекать. Он садится к ним спиной, и периодически ему дают шумопоглощающие наушники, чтобы он не отвлекался на шум и на ребят, которые работают в классе с ним одновременно. То есть это не ему сказали так, Рупасов встал, сел, модел, пиши. А ему пришлось самому какие-то решения придумывать. То есть он уже знает, как с собой и со своими особенностями иметь дело, как со своей невнимательностью сражаться. для меня это огромное чудо. Я, конечно, очень рада, что он учится в этой школе. Я поняла, что играют они много, обучаются они много, эмоциональным интеллектом занимаются много. А читать-то читают? Читают, как ни странно, довольно много. Я, честно говоря, росла в убеждении, что Россия это самая читающая страна, и поэтому, оказавшись в Северной Америке, я невероятно удивлялась, видя в метро людей с книгами, причем с бумажными. С книгами, а не с электронными? С книгами. Едут с книгами. Потом выяснилось, что там огромное количество книжных магазинов, а у нас в Ванкувере даже есть детский книжный магазин. Довольно большой, с огромным ассортиментом и так далее. Читают довольно много, причем я хочу сказать, что литература, например, для детей которые закончили букварь, но начинают и должны начать читать какие-то простые очень книжки, в Канаде представлено в огромном количестве. То есть, причем эти книги очень интересные, они очень смешные, они постепенно усложняются, но выбор колоссальный. То есть, вот ребенка переводить с букваря на самостоятельное чтение и одно удовольствие. Поскольку он читает у меня на двух языках, то есть, русский, русский и английский, я стала, он закончил, естественно, букварь, вот, я стала искать то же самое на нашем российском рынке, я стала искать какие-то книги простые, очень интересные, вот, и, конечно, я чувствую, да, что придется писать самой, потому что очень мало, есть замечательные, есть забавные, есть простые, есть смешные, но их мало. Напишите, пожалуйста. Вот я тоже уже стала думать, да, что, видимо, придется писать самой. Чтобы еще смешные были? Вот смешные, потому что, вы понимаете, мы его вообще не заставляли, и мы вдруг заметили, что они закончили, ну, там, свой вариант букваря, и мы видим, что у нас ребенок все время с книжкой сидит. Он берет книжку в ресторан, он берет книжку в машину, он в какой-то очереди с книжкой сидит, то есть, просто вот у него был выбор, и ему было легко перейти на это самостоятельное чтение. Вот, и он сам зачитал, вот, и ему смешно, то есть, для него это один из видов получения удовольствия, вот, потому что, на самом деле, хочется, чтобы чтение это было удовольствием, как для нас в нашем детстве, но у нас в детстве не было других конкурирующих удовольствий. Информационный голод определенный был у ребенка. Мы либо могли книжки читать, либо могли во дворе бегать, вот, а у них телевизор, у них YouTube, вот, у них, там, не знаю, Netflix, ну, то есть, огромное количество эти самые, игры, компьютерные, планшеты, телефоны, планшеты, то есть, детям есть чем заняться, поэтому книги должны конкурировать, и конкуренция на высоком достаточно уровне происходит. Вот, то есть, вот, мне кажется, что вот здесь у нас в русской детской литературе некоторые провалы есть, его, конечно, хорошо бы заполнить. Да, потому что, мне кажется, у нас много достаточно таких сказок, которые напечатаны, вот, с уже по сложным делением, а чтобы были простые книжки, где слова еще не длинные. Не длинные слова, интересный сюжет. 4-5 букв. 3-4-5 букв. Потому что, вот, при всей моей любви к русскому фольклору, ну, не интересно семилетнему или шестилетнему мальчику читать Заюшкину избушку. Не интересно. Вот, поэтому это будет насилие. Хотя бы потому, что он, скорее всего, ее раз сто уже слышал в том или ином варианте. Он ее уже слышал, да, он ее уже слышал, он живет совершенно в другом мире они смотрят мультики про порталы, про космические перелеты, про бог знает что, про покемонов там и так далее. то есть Заюшкину избушку надо чем-то еще дополнить, безусловно. Ждем, ждем. Маша, скажите, пожалуйста, а кто вот те люди, которые как-то вас вдохновляют, про которых вы вспоминаете, когда, не знаю, уныние наступает, хочется все бросить, ничего больше не делать? Ммм, есть такой человек, я даже знала, как его зовут, но забыла. Есть такая очень известная фотография нацистская, когда все участники фотографии, там большая группа людей, все поднимают правую руку в нацистском приветствии, и только один мужчина, очень широкоплечий, крепкий такой, стоит посреди вот этой вот зигующей толпы, скрестив руки на груди. Я читала историю этой фотографии, это мужчина, он немец, он был женат на еврейке, и он не поддерживал, естественно, гитлеровский режим, и вот он попал на эту фотографию, и случайно, уже сильно, сильно, после войны, чуть ли не в наше время, его узнал кто-то из его потомков. наверное, меня вот этот человек очень сильно вдохновляет. И еще меня вдохновляет фотография Сахарова. Это какое-то заседание, какой-то пленум, и на этом пленуме тоже все депутаты встают, а Сахаров сидит такой маленький, старенький, но совершенно непреклонный и несгибаемый. То есть я завидую очень сильно этой несгибаемости, и она меня, конечно, вдохновляет. Были у вас такие случаи, когда вам приходилось в каком-то виде против системы какой-то вот идти? Ситуация, когда надо было быть несгибаемой. Что-то, наверное, я не вспомню. Довольно сложно мне пришлось в момент оформления документов на усыновление, потому что на одном из этапов нам не повезло с социальным работником. И тогда мне пришлось выстоять. То есть было ощущение, что ей просто очень хочется, чтобы ее оставили в покое. Ей совершенно не хотелось работать, работать, но я добилась того, чтобы нам работника этого заменили. И тогда все пошло хорошо. То есть наверное, из недавних случаев вот это. скажите, пожалуйста, как вы понимаете смерть? Смерть... Мне кажется, что смерть это стопроцентный конец сознания. вот. То есть я думаю, что со смертью все заканчивается для носителя этого сознания. А в чем тогда смысл жизни, если потом вот эта точка прям совсем приходит? Для меня наверное смысл жизни в том, чтобы стать лучше. Наверное, мне хотелось бы стать лучшей версией себя к концу жизни. И мне хотелось бы сделать какое-то такое добро, которое после моей смерти будет расходиться кругами по воде. То есть я-то как камень кану на дно и исчезну. Но вот эти круги они будут как я надеюсь и планирую да, круги будут расходиться и менять может быть мир к лучшему. Будут как-то задевать людей. И то есть что-то наверное останется. но сознание закончится. Какие для вас самые важные такие принципы может быть жизни? Наверное, самый важный для меня принцип это не врать себе самому. То есть мне кажется, что иногда ты можешь делать какие-то не очень моральные вещи, но важно отдавать себе отчет в том, что ты поступаешь не очень хорошо. И наверное неплохо отдавать себе отчет в своих мотивах. для того, чтобы не врать самой себе, для того, чтобы не терять связь с реальностью, я использую психотерапию. Потому что на мой взгляд сознание само себя понять и увидеть целиком не может. для этого я использую для того, чтобы держать себя и свое сознание подсознательное под контролем, я периодически обращаюсь к психотерапии. Это знаете, как гигиеническая чистка зубов. То есть раз в несколько лет надо годик или два к психотерапевту походить, посмотреть, что у тебя творится в голове, переформатировать свои цели возможно, оплакать то, что у тебя не удалось или то, где ты был плох. и так далее. Вы верите в Бога? Нет, я атеист. А это как-то в какой момент вы это поняли? Или так было всегда? Я думаю, что так было всегда, потому что мои бабушки обе были довольно религиозные женщины. И одна моя бабушка была православная. Это было такое православие полуязыческое, деревенское. А вторая бабушка сначала была православной, а потом она внезапно в 80-е стала адвентистом седьмого дня. Я не знаю, каким образом попали сюда адвентисты и почему они ей так сильно понравились. Но обе они не делали тайны из своей религиозности и я уже тогда понимала, что мне это не говорит ровным счетом ничего. То есть я это воспринимала как милые странности моих бабушек. Моей маме наверное присуща какая-то степень религиозности, но мама моя считает, что есть какой-то единый наверное разум. Что-то больше, чем мы. Что-то больше, чем мы, да. Но я тоже этой точки зрения не разделяю, хотя конечно же в споры не вступаю, потому что все мы имеем право на свои собственные взгляды. мне кажется нам нас вполне достаточно. Нам бы что-нибудь самими собой сделать. Я очень люблю такую фразу из Марка Туэна. Он говорит о том, что больше всего в жизни мы жалеем про те добрые дела, которые мы сделали другим людям. Не вот о том каких-то нехороших поступков. Я же для него и это делал, и вот это делал, и так ему помогал, а он вот как со мной поступил. Было у вас такое, знакомо такое чувство, что вот я же для него, а он со мной как? Наверное нет, но я просто не считаю, что мы что-то делаем для кого-то. То есть даже когда мы помогаем бескорыстно и не ждем отдачи даже хотя бы эмоциональной, да, ну мы себе таким образом помогаем. то есть я в любом добром деле, которое я делаю, я учитываю то, что я это делаю для себя тоже, поэтому наверное я никого не обвиняю в том, что вот мне что-то не додали, потому что я знаю, что делая что-то хорошее, я себе очень сильно помогаю. я много раз слышала от руководителей разного благотворительных фонда, что они даже не берут на работу человека, который приходит и говорит я хочу помогать другим. Человек, который приходит на работу в благотворительный фонд, должен понимать, что в первую очередь я это делаю для себя, и это не так, что я сейчас приду, всех спасу, а это я делаю потому что действительно очень важно. Безусловно, потому что очень хочется быть хорошим человеком, хочется относиться к себе с уважением, хочется, чтобы жизнь проходила зря. Поэтому я считаю, что я все, что делаю, делаю, конечно же, для себя. Но я, конечно, хотелось бы мир спасти. Чего тут говорить? Вы сказали, что у вас с мужем такие взрослые люди, поэтому почти не ругаетесь. Можно чуть подробнее про это? Как стать таким в семейной жизни взрослым человеком? Что это такое? Очень хочется тоже стать взрослым человеком, который умеет не ругаться. Мы с Костей познакомились, когда мне было 30, а ему было 38. То есть мы уже были вполне состоявшиеся зрелые личности. И в начале брака мы оба прошли психотерапию для того, чтобы не тащить в новый брак хвосты каких-то старых отношений. Я думаю, что вот эта терапия, которую мы проходили в течение года или двух даже, она сработала. То есть мы многие вещи проговорили очень взвешенно, очень трезво. в каких-то своих порывах мы себе лучше стали отдавать отчеты. То есть вы умеете друг с другом разговаривать, правильно? Мы умеем друг с другом разговаривать, да. И чем дальше, тем мы лучше, как сказать, лучше говорим о своих потребностях, и у нас лучше получается учитывать потребности другого. Но и нельзя отрицать то, что мы, в принципе, с ним вот как две ладони сошлись. То есть мы очень похожи и по психотипу, мы очень похожи и внешне. То есть, наверное, это не только наши собственные усилия, но и удача в какой-то степени. У вас есть стихотворения, которые прям вы могли назвать любимыми? Ваше стихотворение? Да, наверное, нет. Наверное, нет. Я люблю свои, знаете, я люблю свои стихотворения, которые никуда не входят, потому что они не взрослые и не детские, они пойми какие. Вот, могу прочитать одно или два. Прочитайте, пожалуйста. Куда их девать, непонятно. Мне издатель говорит, пока давай копить, вот, может быть, получится такой немножечко взрослый сборник. Называется «Старые тапочки». Не хотела, но улетела бабушка. Бабочкой стала, что ли? Мама точно не знает. Плачет, вздыхает. Говорит, она не вернется. А я ношу ее тапочки на всякий случай. Вдруг моя бабушка, бабочка или ласточка, как-нибудь мне улыбнется и скажет, ты опять в моих тапках, лапушка. Вот такие вот я люблю. Так, сейчас еще могу один прочитать. Вот про тяжелые чувства, о которых мы с вами говорили. Называется «Жалоба». Радость роняется, падает, бьется. В дребезги, в дребезги радость дерется. Радость потеками сладкими тает, или игрушки без спрос хватает. Радость дают после скучного супа, что и обидно, и глупо, и глупо. Радость теряешь, ее отнимают, и обнимают тебя, обнимают, и говорят, потерпи, потерпи, тихо в кроватке без радости спи. Знакома всем, кто укладывал детей на дневной сон. Да, да. И вот там мне как-то удалось посмотреть на то, что ребенок очень мало что регулирует сам. И родитель может любую радость у него забрать, просто по уходя, даже не осознав, что это он забирает радость. какой-нибудь мячик переложил, или, не знаю, там детальки лего не хватило, а родитель говорит, да бог с ним, все равно же ездят. А она ездит, но уже не так, потому что комплект должен быть там в этой машинке. Вот, то есть вот так вот радость, такая хрупкая штука. Спасибо вам большое. Спасибо вам, гигантская Анна. Было очень интересно. Спасибо. Спасибо.